В информационном агентстве «Татар Информ» состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню метеорологии и капризам природы. О погоде не только. Смотри далее. 23 марта свой профессиональный праздник отмечают метеорологи. В этот день была создана Всемирная метеорологическая организация. Этот день примечательен тем, что именно на День метеоролога делают прогноз по сентябрь. На пресс-конференции Юрий Переведенцев озвучил примерный прогноз. Согласно данным гидрометцентра России, апрель будет теплым. Осадки в пределах нормы. В мае уже ожидается дефицит осадков. Температурный фон заметно теплее. В июне осадков будет больше, чем в мае. Июль и август окажутся теплыми. Температура в сентябре будет намного выше, чем положено для осенней погоды. Данный прогноз является приблизительным на 60-70%. Для многих станет открытием тот факт, что название науки, занимающейся прогнозированием погодных явлений, напрямую связано с небесными телами-метеоритами. Точнее, составляемые метеоритами-следами, именуемыми как метеоры. Причина в том, что еще в начале прошлого века метеорами называли больше не небесные тела, а любые погодные явления. К примеру, ветры, дожди и туманы. Слово «метеорология» имеет два корня – это «метео» и «логос». «Логос» – изучать, «метео» – это небесные явления. По сути дела, в фокус внимания метеорологов попадает не только явление, которое происходит в атмосфере, но также и явление, которое происходит на Земле. Метеостанция Казанского университета стала самой первой площадкой в России, где стали наблюдать за температурой почвы. Еще во времена ректорства Николая Лобачевского во дворе Казанского университета располагалась шахта глубиной около 30 метров для наблюдения за изменениями температуры с глубины. В Казанском университете метеорологические наблюдения начались с 1812 года и не прекращались по сей день. Таким образом, метеорологи Казанского университета наблюдают изменения климата современной. И ими отмечено, что за последние 200 лет в Казани климат стал теплее на 4,5 градуса, что очень немало.